итак приветствую вам канале сегодня мы очень коротко поговорим про героях а аркин харкин харкин как хотите называйте мое мнение что этот герой ну очень такси тетя получилось а герой не получился вот шлем с шипами тут с какими-то крылышками какой-то меч тут очень много каких-то наворотов эпические герои войдовой стихии из фракции варвара герой класса атаки а на деле это какой-то пустой пшик в общем-то база атаки не самая плохая но мы начинаем с навыков багряная сталь атака по врагу при критическом ударе наносит еще удар ну грубо говоря мы можем ударить два удара при определенных обстоятельствах никакого штрафа никакого яда не по резке шкалы хода которые даже могут редкие герои даже зеленые необычные герои могут делать тут просто пустышка первый навык это просто пойти постучать своим большим красивым мечом все просто как издевательство выглядит и порез металлом атака по врагу перед атака с вероятностью 75 процентов при аппе аж 100 процентов накладывать штраф слабость 25 процентов на дохода это в одну цель ну чуть-чуть точится на урона остальное все на шанс точится не сказать что много книг потратить мы и не сказать что мы очень много книг потратим но все равно это как-то в одну цель с откатом четыре хода но это как соло шотер вот эти соло шотер у меня есть соло шотер я когда-то можно сказать по ошибке вкачал соло шотера и потом очень долго думал что с ним делать потому я эту ошибку уже не собираюсь повторять что и вам рекомендую не делать в общем-то качать соло шотера 2023 году при таких быстрых мощных боях на арене но это как минимум не рационально а в каких-то там остальных режимах это будет просто долго герой который бьет в одну цель даже очень сильно это все равно будет очень долго и вот у нас третий навык инфекции атака по врагу накладывают рассеивание штраф при котором два случайных штрафа цели переносятся на всех противников и продлеваться на два хода не продлевать действие штрафа на изначальной цели урон зависит от атаки точится чуть-чуть на урон и точится на перезарядку таким образом перезарядка будет четыре хода сейчас есть такие герои которые накладывают массовый штраф например из темной стихии у нас есть мадам сирис визия еще кто у нас есть сайлар очень много войдовых эпика даже редких героев войдовых которые могут делать очень много интересных всяких дел и даже не войдовые герои и в общем то тут рассеивание штрафов при том что мы эти штрафы должны где-то взять теоретически мы можем распространять ту слабость которую сами накладываем зачем это делать если есть герой с массовой слабостью получается мы просто занимаемся хернистикой пол боя мы начинаем что-то продлевать уменьшать критовать чтоб ударить не один раз а два раза хотя есть герой который например со 2 может просто уничтожить всю пачку и не нужно будет этими танцами с бубном заниматься аура у нас увеличивает атаку союзников роковой башни на 32 процента это можно было бы сказать играбельно полно героев которые на 20 25 30 процентов во всех боях вы можете это и на подземках и на главах компании и в роковой башни и в каких-то других режимах использовать и в общем то никто вам не запрещает этого дела здесь узкая специализация роковой башни на 32 процента может быть какую-то секретную комнату теоретически в этого героя засунете но мне аура роковой башни наименее очевидно лучше на подземелье либо во всех боях но и поговорим еще про параметры здоровья выше среднего как для героя так и 14 800 это ну выше среди многих героев там едва ли 12000 здесь почти 15 это интересно атака можно сказать чуть выше средней у многих героев 1 и 3 1360 1390 тут почти полторы тысяч это неплохо защита при этом маленькая скорость 95 единиц это мало много героев под сотню за сотню там 97 101 100 просто но герои поддержки как правило быстрее но и многие атакеры 100 единиц вполне имеет кричанс 15 процентов это база крит урон 60 процентов это для эпиков максимальный показатель сопротивления 30 и меткостью на основе можно глянуть оценки здесь гнездо паучихи то что мы можем теоретически якобы размножать выжигание хотя есть герои изначально с массовым выжиганием это мордекай а кот опаленный еще несколько героев и в общем-то это все можно делать и можно просто оруженосцами резать полоску хода разбирать с теми же хасками элитными гвардейцами холодными сердцами от максимального здоровья просто дамажить паучиху и все не нужно с этим каким-то станциями бубном с этими штрафами морожить себе голову убивать паучков не убивать паучков вам нужно убивать паучиху в принципе главы компании 42 так все войны фракции тоже это меньше 4 6 меньше 4 8 даже войнах фракции этот герой особо не тянет атака на арене ожидаемо плохо лабиринт монотавра ну можно сказать средний оценках лабиринт монотавра нужен только для фарма свитка вас этого героя будете водить он будет ходить если вы чтобы он все тянулся вашу пачку прокачивал то скорее нет и вот самое здесь как бы не не интересное непонятное неприятное то что абсолютно все цитадели оценка 3 9 3 8 он даже не стянет цитадели это героиня этот герой не тянет цитадели куда уже еще больше можно что-то обсуждать логово дракона также 4 1 ну потому что есть герои которые накладывают слабость в одну цель для дракона это полезно здесь мы на волнах очень сильно просаживаемся мы ничего не режем ничего не уменьшаем не увеличаем в общем то это совершенно не интересно из герой с массовым продлением штрафов с массовой слабостью с массовым штрафом защиты с массовым штрафом а так и с продлением массовых штрафов и с продлением ядов и взрывами ядом и наложения ядов в игре много других разных эпические героев соответственно этот герой но он вообще ну гидра может быть там чуть-чуть за счет третьего навыка крепкость двуликова стража и склеп дьявола пустыне то нового режима здесь герои тоже не тянет получается мы из этих всех режимов но ни одного блин режима нету где он был бы хоть нормальный воины фракции если у вас есть скилл окрылённый хатун вы их блин закроете и какой-нибудь еще и воительницы там буквально пару героев и все варвары это одна из самых простых крипте фракции оценки ну вот это харкина этого вообще это ужас просто ужас если бы не вот это вот оценка на гидре 4 2 то мы у грубо говоря доходим блин где-то до логова дракона и просто все это в минус уходит ну хотя я на гидру этого героя также не брал повторюсь тетя есть героя нету меч есть шапочка есть штаны есть вот эти шипы есть все есть вообще ничего интересного нам товарищи разработчики не предоставили но это просто какая-то хрень какая-то дичь например мы можем глянуть армина что делает армина массовый штраф защиты массовое оглушение при случае если мы сократили кто у нас тут еще есть но фахракин например келия что нам тут келия дает атакует случайные цели атака по всем врагам тоже я не могу сказать шокеля там очень какая-то классная героиня не вот этот блин харки но это что-то с чем-то опять же стрите у вас есть например скилла окрыленная у вас например есть сикара есть хатун есть у вас например воительница еще любой какой-нибудь герой и вы были вдоль и попереку даже мастерица лукой какой-то что-то мастерица лука делает тоже игнор этот защиты все атака по всем врагам с базы болей на это обычный даже не войдовая просто стихийный герой стихии духа который падает из зеленых осколков и нам вот это харкина предлагают качать соответственно и вообще этим смысла даже нет вот вы включили тетя посмотрели выключили и до свидания такое было мое мнение всем пока